Философия экзистенциализма немного меня разочаровала, да. Хотя если читать книгу Симона де Бувар, второй пол, то в принципе это стоит внимания, да. Ой, сколько уже нагрузило! Эх, ну как можно думать о высоком с такой приземленной работой? Пойду поищу что-нибудь повыше. Захотелось мне работы на высоте. Лучшего решения, чем промышленный альпинизм, не найти. Отдавшись руки настоящим профессионалам, я точно решила на себя попробовать, что же это такое. Потому что любые высотные работы подвластны только людям этой сложной, ответственной и необыкновенной профессии. Промышленный альпинизм – это метод, с помощью которого можно обслуживать здания, работать на сложно доступных участках и, значит, используя альпинистское снаряжение, выполнять определенные строительные работы. Вот и решила я попробовать себя в промышленном альпинизме. Но это не так просто. Шутки развлечения здесь ни к чему. Работа для серьезных людей. Придется усвоить это всем лихим новичкам. Для начала надо пойти отучиться на курсах. Их проводит МЧС. Потом, получив удостоверение и приобретя все необходимые знания, самое правильное – это надо устроиться в фирму, которая занимается промышленным альпинизмом, занимается строительством и использует метод промышленного альпинизма. Все, решено. Кидаюсь в бой. Страховки закреплены, перчатки на руках. Теперь мне известно, что такое промышленный альпинизм. Но и ты, знай, товарищ, что хорошо справляться с работой на земле еще не значит быть хорошим высотником. Здесь навыки нужны специальные. Основные навыки – это адекватно себя чувствовать на высоте, но знания альпинистского снаряжения, оборудования тоже необходимы, которые нужно получать перед началом работы. Так, разобрались. Работа специфическая, навыки нестандартные. Получается, и инвентарь рабочий будет непривычным. Придется забыть о канцелярских товарах, любимом компьютере и мягком стуле. Основа – это веревка, это спусковые устройства и страховочная система. Ну, конечно, для каждого вида работы на высоте есть свои инструменты. Шубка, товарищ, вот она. Нужна для того, чтобы намочить стекло. А потом специальным сгоном мы вытираем лишнюю воду. Хочешь узнать, страшно это или нет? Первые 15 минут действительно страшно. С головой ты, допустим, договорился, а вот у тела одно на уме – инстинкт самосохранения. Очень важно научиться доверять не только людям, но и этим веревкам. Ну, а когда придет доверие, страх помашет тебе рукой. От осознания красоты вокруг может даже запить душа. Мы монтажники, высотники. И с высоты вам шлем. Привет! Поработав в промышленном альпинизме, особенно начинаешь ценить интеллектуальный труд. На земле. Катя, дежурная по рубрике. Спасибо. Спасибо. Спасибо.